В книгу «Лесные тайнички» писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова вошли лучшие произведения, посвященное родной природе. Его сказки и рассказы полны мудрости, загадок, легкого юмора и открывают перед читателем бесконечное разнообразие окружающего мира. Нагрянул в лес холодный февраль, На кусты сугробы намел, Деревья ением опушил, а солнышко хоть и светит, да не греет. Пригорюнились птицы и звери, как дальше жить? Хорек говорит, спасайтесь кто как может, а сорока стрекочет, опять всяк сам за себя, опять поодиночке, Нет, чтобы нам сообща против общей беды. И так уж все про нас говорят, что мы в лесу только клюемся да грыземся, даже обидно. Тут заяц связался. Правильно сорока стрекочет. Один в поле не воин. Предлагаю создать бюро лесных услуг. Я вот, к примеру, куропаткам помочь могу. Я снег на оземях каждый день до земли разрываю. Пусть они после меня там семена и зелень клюют. Мне не жалко. Пиши меня, сорока, в бюро под номером первым. Есть таки умная голова в нашем лесу, обрадовалась сорока. Кто следующий? Мы следующие, закричали клесты. Мы шишки на елках шелушим, половину шишек целыми вниз роняем. Пользуйтесь, полевки и мыши. Не жалко. Заяц, копатель, клесты, бросатели, записала сорока. Кто следующий? Нас запиши, проворчали бобры из своей хатки. Мы осенью столько осин навалили, на всех хватит. Приходите к нам лоси, косули, зайцы, в сочную осиновую кору до ветки гладать. И пошло, и пошло. Дятлы дупла свои предлагают для ночлега. Вороны приглашают на падаль. Вороны свалки показать обещают. Сорока еле записывать успевает. Притрусил на шум и волк. Ушами пошевелел, глазами позыркал и говорит. Запиши меня в бюро. Сорока чуть с дерева не упала. Тебя, волка, в бюро услуг? Что же ты в нем хочешь делать? Сторожем буду служить, отвечает волк. Кого же ты сторожить можешь? Всех сторожить могу. Зайцев, лосей и косулю осинок, куропаток, бобров в хатках. Я сторож опытный. Овец сторожил в овчарне, кур в курятнике. Разбойник ты с большой дороги, а не сторож, закричала сорока. Проходи, проходимец мимо. Сорока, знаем мы тебя. Это я, сорока, буду всех в лесу от тебя сторожить. Как увижу, так крик подниму. Не тебя, а себя сторожем в бюро запишу. Сорока-сторожиха. Что, я хуже других, что ли? Так вот и живут птицы-звери в лесу. Бывает, конечно, так живут, что только пух да перья летят. Но бывает и выручают друг друга. Всякое в лесу бывает. У всех день рождения радость, у клестят беда. Но что за радость вылупится зимой? Мороз, а ты голышом. Один затылок пухом прикрыт. У всех птиц родители как родители. Детей летом выводят, когда тепло и сытно. Одним клестам законы не писаны. Угораздило же высидеть клестят зимой. Да еще 29 февраля. Что за день рождения, который бывает один раз за четыре года. Прямо хоть плачь. Ни зелени, ни гусеничек. Снег, холод. А родители хоть бы что. Вон папа клест, сидит себе на елке и песни поет. А у самого пар из клюва будто трубку курит. Это я так про клестят думаю. Только вижу, что сами клестята живут, не тужат. Клестята кашу едят. Хороша каша из зеловых семян. Каши наедятся и спать. Снизу гнездо, как пуховая перинка. Сверху мама, как переноя одеяльца. А изнутри каша греет. Ёлка клестят баюкает. Ветер им песни мурлычет. Немного дней прошло. Выросли клестята. Ни горлышки не застудили. Ни носы не отморозили. Да толстые такие, что в гнезде тесно. И неугомонные. Чуть из гнезда не вываливаются. Это, наверное, все от забот маминых. И от иловой каши. А еще от яркого солнышка и морозного ветра. Нет, день рождения всегда счастливый день. Даже если зима и мороз. Пусть даже 29 февраля. Все равно. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова